Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, добро пожаловать обратно на мой канал. Я давно не снимала вам ролики на YouTube, подумала, надо с вами пообщаться, нужно поговорить, потому что одно дело писать статьи, писать посты там в свой паблик или на Дзен, другое дело, когда человек всё-таки видит твоё лицо, твои глаза, и как-то, не знаю, это больше, мне кажется, сближает и зрителя, и самого автора. Я сегодня хочу также рассказать вам немножко о своей самой наискучнейшей простой жизни, и я пропала где-то недельки на две, я бы думала, блин, ну чё мне вам рассказывать? Если в моей жизни случатся какие-то интересные события, перемены, они, кстати говоря, грядут, я расскажу, когда они случатся, да. Но так у меня такая обычная простая жизнь человека, и, ну, блин, если кому-то это интересно, то я, конечно, очень-очень так тронута, у меня это как-то даже льстит, на самом деле, потому что в моей жизни каждый день не происходит ничего вот такого колоссального и суперинтересного, я специально никогда не выдумываю никакой контент, что вот ради YouTube я пойду сегодня там куда-то, я чуть-чуть там отожгу, и так далее. Нет, моя жизнь очень простая, наверное, примерно 60% своего времени я трачу на своих животных, гуляю с ними, занимаюсь, играю и так далее, и в основном, конечно, это прогулки. Ну, вот, и, наверное, всё-таки вот маленькая, нескучная часть моей жизни, это только мои книги, это писательство, поэзия, проза, в общем, вся моя вот эта литература, которой я занимаюсь, стараюсь заниматься каждый день. Я думаю, что это единственная такая часть моих повседневных дней, которая, ну, в ней есть что-то реально интересное, что-то яркое и очень необычное. И то, как бы, это нереально, это ведь выдуманные миры, ну, наверное, а, может быть, и мирные. Но, да. Но рассказывать вам постоянно только о своих книгах я тоже не хочу, потому что это как... Это то же самое, что рассказывать о музыке, например, её лучше послушать один раз, чем услышать миллион всяких критических статей, замечаний и отзывов. То же самое, мне кажется, и с книгами, чем рассказывать вам о книгах. Просто я призываю вас прочитать что-нибудь, если вы, если вам это интересный, не заставляю никого. Так вот, давайте плавно перейдём к того стяну. Начнём, наверное, с моего любимого и ужасного Дзена. Как вы знаете, Дзена очень трудно слезть. Это такой реально наркотик, потому что у него нет альтернативы. Потому что даже у наркотиков есть альтернатива. А наркотики — это зло, и давайте не будем вдаваться во всё это. Но я к тому, что Дзен, он... Блин, на нём приятно находиться в плане... Вот он красиво оформлен. Сам редактор Дзена, он, так не знаю, навевает автора на вдохновение. Он удобный, он эргономичный. И... Не знаю. Вот именно в качестве платформы непосредственно для блога. Я уже не говорю о том, каком-то заработке. Дзен классный. И я, конечно же, никогда не уйду, наверное, с него на все 100% полностью. Я не зарекаюсь, конечно. Вот. Потому что могут появиться какие-то определённые и, может быть, реально, более крутые аналоги. Но, тем не менее, пока что вот что есть, то есть. И я писала уже статью в своём главном блоге «Лени и чёрно-белые псы», который сейчас переименован. Потому что я приняла очередное решение. Это будет второе такое, знаете, второе глобальное, можно сказать, обновление на моём Дзен-канале. Когда я полностью меняю тематику, первый раз я уходила из политики и стала писать о животных. Но в настоящий момент, вы знаете, я поняла, что я просто себя исписала. Собаки себя реально исписали, и я ничего нового людям просто не смогу рассказать. Потому что я люблю рассказывать только то, в чём я реально уверена, что мне помогло, и в чём я... Ну, это что-то полезное и пропущенное сквозь меня, скажем так. Ну, плюс ещё, вы знаете, с одной стороны, многие могут сказать, ну, типа, пиши о своих собаках. Ну, что мне о них писать? Я о них уже... Я о шиперке, о пародии рассказала просто всё и дальше больше. А бы шо тоже рассказала. Ну, просто опубликовать фотографии... Да, публиковать фотографии из нашей жизни, я делаю это в Инстаграм, как бы, и всё. И мне просто хочется вместо того, чтобы заниматься вот этой писаниной, потому что мы там погуляли, не знаю, покушали, покакали там, поиграли, подрессировались. Ну, обычные, типичные собачьи будни я просто буду больше уделять внимание своим животным и просто жить. Ну, и просто я вижу всё-таки показатели статистики. То, что людям уже, мне кажется, эта тема немножко наскучила, как и на самом Дзене. Чтобы писать о животных вот сейчас, на текущий момент, в 2021 году, нужно очень сильно чем-то отличаться и иметь очень яркую изюминку. Если у вас просто собаки, там даже две собаки, то, ну, какого-то такого, знаете, акцента у вас нет, то вряд ли вы сможете набирать какую-то большую аудиторию. Тут такой очень тонкий момент. Я писала статью на эту тему в Дзене. Может быть, если найду, то оставлю сыночку, ссылочку в инфобоксе. Задите, почитайте. Или я и удалила, я что-то уже не поверю, если честно. Нет, я не могла ее удалить. Так вот. И в настоящий момент я плюсик наводит вымит. Он может, да. И в настоящий момент я просто назвала свой блог своим псевдонимом Лени Лоренц. И решила рассказывать просто о писательстве, о книгах, истории своей жизни. В общем, наверное, то, обо всем о том, что я рассказываю вам на YouTube. То есть просто о своей жизни, не загоняя в себя ни в какие рамки. Если, например, захочется даже вам о политике что-нибудь рассказать. Или о музыке, или, может быть, поделиться каким-нибудь репортажем с места событий. То я это сделаю. Если я захочу просто выложить фотографии своих собак, я тоже выложу. В общем, это будет просто лайк-стайл-блог. Я не буду из себя ничего корчить, строить. Я не буду приезживать со строгих-строгих рамок. В конце концов, блин, ну реально, я знаю большое количество блогеров, которые, например, писали сугубо о путешествиях. Но потом их аудитория стала разрастаться. Они поняли, что постоянно писать только про путешествия это слишком узко. В то время как в мире столько всяких интересных тем, которые можно затронуть. И мы как будто осознанно себя ограничиваем. Вот, я себя ограничивать не хочу. Боже, Люсик, ты в порядке? Да? Все, все хорошо. Вы посмотрите на этого товарища. О, Люся, Люся. Вторая новость я подключила на YouTube-канале. Функцию спонсорства. И для меня это вообще настройка новая. Я даже не знаю, как вам об этом говорить. Подписывайтесь, спонсируйте меня. Не знаю. Блин, серьезно. Мне очень непривычно об этом даже как-то рассказывать. Ну, ладно, я подключила функцию спонсорства. Поэтому давайте так. Если вам интересны мои ролики, если я вам интересна как блогер, если вы хотите увидеть больше видеороликов, больше статей, постов и так далее, то просто поддержите меня вот этим таким небольшим донатом. Как любит говорить блогеры, там, 2-3 чашки кофе в месяц. Ну, не знаю. Какой-то очень хороший кофе, на самом деле. Потому что я поставила минимальную стоимость вроде как 299, что ли, рублей. Вот. И у меня там второй блок такой спонсорства, он 399 рублей. То есть, если вы подключаете себе эту как бы услугу, да, то я еще буду дополнительно снимать контент лично для спонсоров, у которых эта функция подключена. В общем, там все очень так запутано, но, в принципе, если кто-то, пока еще никто на самом деле, меня не поддержал, но просто если вдруг кто-то поддержит, то вам все будет понятно, вам там все очень понятно, все прописано. И я уверена, что это как минимум, как минимум меня смотивирует постоянно заниматься своим каналом, улучшать свой контент и быть на связи со своими единомышленниками. Потому что, блин, мурально мне очень важно чувствовать эту вот связь с людьми. И, ну, чувствовать, что я не одна, и то, что я делаю, это как бы, ну, может быть, кого-то вдохновляет. Хотя, блин, опять-таки, у меня такая простая, скучная жизнь, кому она может быть интересна, я не знаю. Ладно. Ну, что еще? В заключение я хочу посоветовать вам. Посоветовать? Вот реально посоветовать, потому что я последние, последнюю неделю просто заслушивала Бадыр. Последний альбом Шот Парис, Яблонный сад. Я, на самом деле, слушала все альбомы Шот Парис. Они одинаково, ну, как одинаково, не одинаково. Они мне все понравились, но каждый альбом по-своему. Они очень-очень разные, очень крутые. И предыдущий альбом, нет, даже, давайте, вот, до последнего альбома было два альбома. Они мне понравились просто вот с первого прослушивания. Яблонный сад. Я прослушала первый раз. Ну, знаете, так, мне он понравился, но я не смогла уловить какую-то мысль. И потом я начала его слушать еще раз, еще раз. И вы знаете, чем больше я его слушала, тем больше я таких интересных деталей находила. То, что все песни, все композиции, они настолько связаны, они настолько прям вот одна дополняет друг друга. И вот эта музыка, эта лирика. И вот для сентября, для осени этот альбом просто мастхэр. Просто огонь, огнище. Мне очень нравится, особенно песня «Половина». Это моя любимая, наверное, песня будет. Классный альбом. Я его собираюсь, наверное, слушать всю осень. Он очень вдохновляющий. Вообще, я очень люблю группу Short Paris. Несмотря на то, что вы думаете, что я слушаю только там black metal и всякое такое тяжелое, это неправда. Я люблю разную качественную музыку. Я также люблю Ламу Дель Рэй. Это вообще одна из моих любимых певиц. Собственно, и Short Paris, хоть я с русской музыкой тоже так себе, но вот Short Paris, это прям, мне кажется, ну, это та российская группа, которая вытягивает Россию, ну, тут нашу российскую эстраду, не знаю, как это сказать. Ну, вот эту всю шлаковую музыку, которая сейчас популярна в России. Но Short Paris, ну, вот не стыдно. Вот какая-то гордость меня пробирает за них, за мою страну. Замечательная группа. Еще послушайте предыдущий айбом. Я, честно говоря, уже забыла, как он называется. Да, к сожалению, забыла. Но я оставлю вам в любом случае всю информацию в инфобоксе. Если вы еще не слушали, то обязательно послушайте. Что я могу посоветовать? Я еще хотела посоветовать вам фильм классный. Я о нем писала пост в Instagram. Хотела даже написать статью в Dzeny, ну, по типу обзора. Фильм... Дабы не собрать он, да. А может и саму. То ли датского, то ли норвежского режиссера. Как ни странно, с фамилией Триер. И это не Ларс фон Триер. Это его очень дальний родственник. Но это действительно родственник Триера, который снимает, ну, по жанру схожие фильмы со своим родственником. То есть это такой арт-хаус. Но, знаете, чуть более легкий. На таких на минималках. Поэтому, если вы, например, не поклонник арт-хауса, но, например, хотите познакомиться с этим жанром, то вот этот вот режиссер и его фильм Тельма... Это то, что... Ну, фильм мне очень-очень сильно понравился. Опять-таки, это осенняя атмосфера. Это то, что нужно на осень. Не знаю, бокальчик красного вина. Или, например, Глинтвин. Вот этот классный фильм. Мне, мне правда, понравился. Я не знаю. Когда я его смотрела, у меня очень было много всяких разных таких отголосков других фильмов, которые я смотрела. Но, с другой стороны, наверное, это неплохо. Потому что история, которая рассказывается в Тельме, она такая своя, собственная. Она очень особенная. И... Ну, у меня... Ну, это такой, знаете, последний фильм, который я смотрела, и который меня очень-очень так тронул до глубины души. А еще он просто очень красивый. Красивый фильм, красивая картинка. Не знаю, мне, честно говоря, даже захотелось как-то сменить свой стиль в одежде на более классический. Не знаю, сходить в какую-нибудь галерею и... Не знаю. Куда-нибудь в Куртугурное лучшее место. Или переехать в Норвегию, как-то его знает. В общем, друзья, да, советую вот этот фильм. Если вы его смотрели, напишите в комментариях. Да, опять-таки, если у вас есть любимая музыка, альбомы или фильмы, которые вы смотрите именно осенью, и которые, как по вашему мнению, лучше всего сочетаются с этим временем года, то, пожалуйста, оставляйте в комментарии. Вот. Если я не смотрела и не слушала, я обязательно это сделаю. Потому что у меня есть, на самом деле, мой личный осенний топ, который что-то особо никогда не меняется. Он постоянно кочует из года в год, хотя пора бы уже новое что-то снимать. А у меня всё, блин, молчание, ягнят, разделитель, ганнибал, что я ещё, ну, триер мой традиционный любимый, да, всегда. Как бы, и чё, ну, ну, тоже что-то новое, блин. Снимаю же столько классных вещей, столько замечательных картин, и всё зацикливаюсь на одном. Это мой такой, знаете, я, ну, не недостаток, но перед вами сидит человек, который пять лет играет в Sky. Да, он, конечно, не только прошёл всю историю, он установил себе миллион разных модов, плагинов, новых квестовых линеек, фанатских аддонов и прочего, но я всё ещё играю в Sky, я его обожаю. То есть мне реально нужно заставлять себя пробовать что-то новое, просто садиться и смотреть. А, да, друзья, ещё один классный фильм, который я посмотрела. Вот сейчас прям вообще, как я могла о нём забыть? Но он довольно нашумевший, я думаю, вы его знаете, и вы его смотрели. Это фильм Дарена Аронофски «Мама». Я посмотрела его только сейчас. Вообще, как этот фильм мог пройти мимо меня, я не знаю, но этот фильм — это шедевр. Если вы, я ещё сомневаюсь, в актёрских способностях Дженнифер Лоуренс, то посмотрите «Маму», и вы поймёте, за что ей дали Оскар, потому что я смотрела вот эту «Сойку-пересменщицу», как её там, господи, Китнис Эвердин. Фильм прикольный, как бы, да, интересный сюжет, но вот актёрская игра Китнис мне там не очень нравилась, особенно в последних частях. Как-то вызывало сомнение у меня. Но она умеет играть, поверьте, и фильм «Мама» тому подтверждение. Фильм шикарный, фильм тяжёлый, но это шедевр. Это тот шедевр, который, ну, это однозначно, и бесспорно он войдёт в коллекцию моих самых-самых любимых фильмов. Не скажу, что я хотела бы пересматривать его. Мне кажется, такие фильмы смотрят один раз и не западают душу на всю вашу жизнь. Вот. Крутой фильм, крутой сценарий, актёры, свет, картинка, музыка. Там шикарно всё в этом фильме. Опять-таки, он тяжёлый, он не для слабонервных, хотя, в принципе, ну да, не для слабонервных, ладно. Вы же знаете, что у меня странный вкус в фильмах. Так что, думаю, вы мне это простите. Люся, что ты там жрёшь, всё, а? Вот этот мальчик смотрит, он видит же, что я снимаю, что я занята, и ходит, он что-то всё поджирает и беда кулит. Хитрый. Люся, ты хитрый мальчик. Снимися. Эй, хряжочек ты мой, а? Ладно, друзья, на этой позитивной ноте я заканчиваю свой ролик. У меня вообще шикарное настроение, потому что вот сентябрь и октябрь, это два моих любимых месяца, наверное, уже второй год. До этого это было апрель и май всегда, но сейчас сентябрь, октябрь, господи, вы такие шикарные. Я желаю вам хорошего настроения, желаю вам крепчайшего здоровья, потому что, мне кажется, сейчас это актуально, да и всегда это актуально, будем честными. Побольше, побольше балуйте себя разными вкусными напитками, вкусняшками, а что ещё, собственно, по вечеру делать? Гуляйте и гуляйте. Повольше гуляйте, вот, видеть собаку, если вы мало гуляете. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока!